Один сюжет за другим. В этом году на пропажу мусорных баков рязанцы жалуются в разы чаще, чем в 2016-м. Что само по себе парадоксально. Ведь этот год объявлен президентом страны годом экологии. Пазлы, детские игрушки, бытовой мусор. Все это лежит не просто в куче, а уже на дороге. Кто же виноват? Жильцы, которые выбрасывают мусор прямо на землю? Или управляющая компания, которая ликвидировала отсюда мусорные баки? Такая ситуация сложилась в феврале текущего года. Тогда рязанцы, живущие по адресу 1-й совхозный проезд, дом 15, не могли повлиять на обслуживающие эти дома организацию, ЖЭО номер 21, представители которого отказывались исправлять ситуацию. Говорят, мусор не вывезем, отношения к происходящему не имеем. Сейчас мусора там нет. Вне зависимости от причины проблемы можно обратиться в управление энергетики и ЖКХ города Рязани, которое ведет контроль за деятельностью управляющих компаний. Управление всеми способами повлияет на управляющую компанию. Мусор будет ликвидирован, при необходимости появятся мусорные баки. Недавно после подобных обращений граждан ситуация на двух улицах. Что касается причин исчезновения мусорных баков из дворов города, их две. Первая версия – контейнеры убирают управляющие компании, которые вправе контролировать количество баков. Но с уменьшением их числа должна увеличиться частота вывоза мусора. Иначе дворы переполняются отходами. Такие случаи сейчас есть. В данный момент мы рассматриваем эти случаи. Они единичные и в частном порядке они решаются. Ежедневно прийти на совещание. Каждый такой случай разрабатывается. Разрабатываются методики по предотвращению данных негативных факторов. Такие случаи возможны лишь только потому, что управляющая компания справляется со своими функциями и соответственно или банкротится. И вторая реальная версия исчезновения мусорных баков – преступная группировка. Деньги не пахнут. В полицию обратились жители нескольких домов, расположенных в железнодорожном районе Рязани, которые сообщили, что со двора пропали мусорные баки. Оперативники уголовного розыска отсмотрели записи камер видеонаблюдения и выяснили, что злоумышленники, которые похитили четыре мусорных бака со двора одного из домов на улице Островского, передвигались на грузовом такси. Установить заказчиков перевозки не составило труда, тем более, что баки сразу же отвезли на пункт приема вторсырья и сдали на металлолом. Вскоре полицейские разыскали 32-летнего жителя Рязанского района и его сообщников. Сотрудники полиции выяснили, что задержанные причастны и к другим аналогичным кражам мусорных баков. Также было установлено, что ранее судимый за кражу 32-летний злоумышленник причастен разбойного нападения на животноводческую ферму в Спасском районе, которую полицейские раскрыли накануне. К слову, не важно, что мы крадем, главное то, куда попадем. Мусорные баки или золото, по предварительному сговору, статья одна грозит взысканием и до пяти лет наказанием.